Да, ну, в принципе, сказать, что в милицативе абсолютно неактивно, да, это было бы тоже неверно, потому что, ну, были весьма громкие аресты и задержания, в том числе были аресты и задержания ультраправых. К примеру, вот те люди из организации «Белый молот» — это люди, которые в исключении из правого сектора за излишний национализм. Те, которые как раз убивали гаишников, их арестовала полиция, и никто этому, в принципе, не помешал особенно. То есть сказать, что вот, что полиция исчезла и восстанавливалась, это неверно. Also, das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass die Polizei jetzt so komplett verschwunden wäre. Also, die sind schon noch актив, die machen ihre Arbeit. Und es gab zum Beispiel auch Festnahmen, gerade so im rechten Spektrum. Es sind Leute vom weißen Hammer verhaftet worden. Der weiße Hammer, das sind Leute, die sind beim rechten Sektor rausgeworfen, weil sie denen so nationalistisch waren. Und diese Leute vom weißen Hammer waren eben auch diejenigen, die dann gezielten Polizisten erschossen hatten. Und da gab es dann schon Festnahmen. Also, es gibt nach wie vor eine Polizei in Киев. Also, es gibt nach den Personen, die sich in den Wetter befinden. Die Bevölkerung ist sehr viele verschiedene Arme. Es gibt eine Regulärung, es gibt ein Opferenz, das auch auf dem Wetter befinden. Es gibt ein Opferenz, das auch auf dem Wetter befinden, das zitiere Wetter. что интересовали тех, кто замешан в каком-то терроре и преступлении. Можно сказать, что один из батальонов под названием «Азов», который сформирован, кстати говоря, это очень интересно, при участии украинской милиции и нацистов. Это одна из частей, которые отправлены на Восток, в котором участвуют неонацисты из организации СНА. Это тоже организация, которая вроде бы как в правом секторе, но их там за излишний расизм не сильно любят и пытаются от них избавиться. И вот СНА из Халькова, они активны. И в принципе, это, конечно, весьма опасные и неадекватные люди, от которых можно ожидать, в том числе и. И сейчас, что люди, которые в Осток и Украину geschoko, это, что у нас, это, что у нас регулярные армией, это тоже люди, которые под названием «Азов», которые сейчас по своему «Азов», и когда вопрос, кто там больше обходит, что там, что там, кто там, кто там, и террор строят, то есть также также Баталион Асов, что есть совместные основные из-за полиции и нацисток. Это именно из Харкев люди, СНА с которыми он проблемы с правой стороны, потому что они говорят и они именно Они используют черную униформу и называют себя «черные человечки». Это по аналогии с тем, что вот эти солдаты безопознательных знаков из России, они себя называют «зеленые человечки». То есть мы, конечно, в Киеве, анархисты и в Киеве, и в Хазии, сейчас думают, что мы будем делать после того, как эти люди с оружием вернутся обратно. Нас ожидает в этом отношении интересное время. И эти люди из-за Баталиона Ассокс и называют «сважные человечки» и называют «сважные человечки», что именно это происходит с тем, что они униформированы, которые в Криме нарушены, не какие-то «зеленые гряные человечки», это были «сважные человечки». И сейчас появляются «сважные человечки» в Киеве. И они уже ждут, что они ждут, когда люди вернутся, когда они вернутся, что все это все на них будет. Я хочу еще раз вопрос. Вы знаете, что в Киеве, которые в Киеве были в Киеве, которые были в Киеве в Киеве, как и так далее, как и так далее. В этом списке я узнал об этом списке от человека, который якобы там находился, но потом именно информация о списке из правого сектора не подтвердилась. Атаки со стороны ультраправых на левых активистов имели место в принципе очень многие годы. Сейчас ультраправых имеется определенный реальный боевой опыт, и они уже не боятся полиции. Сказать, что вот сейчас пошла кампания целенаправленного террора именно в адрес левых, вот какая-то новая, нет. Это в принципе развитие старого конфликта. То есть вот то, что упоминала Нина о первомайской демонстрации, разумеется, в этом году у нас были повышенные меры по безопасности. Но мы провести акцию удалось и без потерь. Ты сначала приведёшь, а потом я продолжу. Да. Активисты. Активисты. То, что ибо жена мирно совед feel с тем, что что часто называют и показывают местные медиа под нападение на левых активистов это, к примеру, захваты, что часто называют, что в Киеве главный офис коммунистической партии Украины, который был в одно время первым ультраправом мест партии Свобода, им его вернули обратно. То есть в адрес коммунистической партии Украины были и выпады, и случаи насилия, но все-таки я склонен считать, что их преследовали не как левых активистов, и не залил активизм, их преследовали, в принципе, как люди, которые очень тесно работали с партией регионов, как голосовавших за законы о диктатуре 16 января и так далее. То есть если ультраправые преследуют, в принципе, правых, но одни из правых используют красный флаг и называются коммунистами, как нам стоит это оценивать, это, конечно, открытый вопрос, но опять же, если говорить вот именно... Да. Возможно, вы говорите, что не все нападения существуют именно правый сектор. Просто на самом деле молодежная свободная, она более опасна и более ненавидна, чем правительство. Есть unterschiedliche Fälle, wo zum Beispiel Büros der kommunistischen Partei besetzt wurden, das ist auch in Kiew passiert, da hatte die Svoboda das Büro besetzt, das ist inzwischen wieder zurückgegeben worden, nur stellt Alex eben die Frage, wie soll man es bewerten, wenn Ultrarechte überfallen und die Rechten halt zufälligerweise eine rote Fahne haben und sich Kommunisten nennen, denn die kommunistische Partei, wie vor allem ja schon angeklungen ist, unterstützt die Partei der Regionen, die Yanukovych-Partei, hat für die rakonischen Gesetze vom 16. Januar gestimmt, also sie sind einfach gar nicht aus dieser eigentlichen linken Bewegung, dass die ukrainischen Linken sagen würden, sie haben was mit der kommunistischen Partei zu tun. ificación 6. 7. 6. 6. 8. из-за того, что это обвинение их делает, во-первых, более желанной мишенью для противоположной стороны, но и одновременно с этим отбирает у них любое этическое обоснование антифашизма. Безусловно, как и демократно, предотвращение антифашизма, и каждый этажный правительное правительство, который нанесет, Спасибо.